примете это скреп механики мы продолжаем наши приключенческие строительские и фермерские приключенческие уже было короче делишки вот значит в позапрошлой серии если не позапрошлой то не помню в какой короче мы достали ключ карту вон от того помещения таких помещений очень много помещением я называю высотки тут не видно их короче это складское помещение куда мы можем добраться при помощи этого с ключ 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 карты и мы туда обязательно сходим после того как мы закончим здесь делишки наверное в следующей серии мы туда сходим даже как быстро короче нам нужно доделать лифт еще у меня тут деревянная дверка мне нужно стеклянную это во первых и еще сегодня мы будем делать водопровод вот так что стекло нам понадобится в большом количестве потому что трубы у нас будут тянуться вон от того озера вот сюда наверх это во первых а во вторых меньше сказали что если у тебя есть вот этот сундучок но в смысле как сундучекой что-то собрал контейнер с водой и у тебя есть вакуумная пушка то необязательно вакуумную пушку или насос подключать напрямую как к этому контейнеру допустим поставим сюда вот так вот сделаем ты не так нельзя подключить смотри нельзя видишь нельзя а говорит что типа можно типа как он будет поливать-то по вайфая что ли по блютузу а вот так а так тоже нельзя погоди значит давай возьмем не вакуумную штуку а насос я хочу проверить неужели он по вайфая будет поливать вода по вайфая это же круто вот эта технология где у меня пушка то водяная куда я засунула наш у меня была эй застрял сейчас подожди водяная пушка вот это надо забрать это что нам нужно здесь что водяная пушка нету ездить куда же я засунул а так вот на перед моими глазами блин я чё-то кофе перепил с утра что ли не вижу прям то что у меня перед носом значит берем этот насос насаживаем сюда и подключи нет нельзя видишь а если так тоже нельзя давай возьмем вот эту кнопку зарядим ее вот сюда подключим ее к а никуда ее не подключишь прикинь а если прям сюда поставить то можно это хорошечно если я нажимаю то нифига не срабатывает ну ясен пень воды то нет так что нифига по вайфая блютузу ничего не работает вот давай щас мы этот насос поставим прям на контейнер короче какой-то разрушитель мифов у меня сейчас тут происходит где этот насос вот я не втыкаем ставим переключатель подключаем нажимаем и не форочет асли вот так вот еще а вот вот теперь видишь я мог подключить насос на прямую контейнеру и все и водичка поливается вверх ой как прикольно вьюх бдыщ ну короче ты понял да какие-то мифические комментарии были насчет того что все работает по воздуху оказались ложными нифига так не работает а чё сюда приперся нам нужно сейчас отправиться с тобой в огненный лес потому что у нас закончился янтарь а для того чтобы отправиться туда нам нужно сделать колесо который нам благополучно отстрелили роботы вот лишь колеса не этом пойдем его сделаем а еще я хочу сделать спортивную подвеску об этом тоже говорили мало сделать спортивную подвеску деревянных блоков не хватает сейчас перри私ку все хватает у меня все деревянных блоков нет вku吧 это есть в кармане есть а в сундуке нет закидываем сундук и делаем деревянные блоки. Надеюсь, мне этого достаточно будет. Сколько там надо было на колесо? 40 штук. 40 штук, а я сделаю 30. Блин, еще дерево надо. Дерево, чуть-чуть, чуть-чуть дерева. Чуть-чуть, буквально капельку не хватило. Где дерево мне взять? А, что я туплю? Сейчас, подожди. Вот так. Если грохнется, ничего страшного, я думаю. У меня тут в сундуке, вон сколько древесины обработанной. А я тут рассказываю сказки, что бомжу, что у меня дерева нет. Значит, забираем то, что у нас сделалось. Где это все? Вот, 35 древесина. Зачем я забрал, не знаю. Все это же скинуть все равно нужно будет. Вот. И делаем колесо. Колесо и поршни. Мне нужны поршни. Если честно, я не знаю, как сделать спортивную подвеску. Я раньше такого не делал. Но говорят, что она делается из поршней. Эээ. Или как они? Из подшипников. Как они называются? Поршни, по-моему, все-таки. Да? Как эта штука называется? Поршень или подшипник? Я забыл. Из головы вылетело. Я старый пенем уже не соображаю ничего. Подшипник это называется. Вот. Возвращаем. Короче, мне нужно сделать еще 4 подшипника. Воткнуть их где-то здесь, на этой деревяшке. В общем, сейчас будем экспериментировать. Колесо у нас сделалось. Забираем. Для чего я буду делать спортивную подвеску? Для того, чтобы меня при повороте влево или направо не переворачивало. Говорят, это самая крутая подвеска в скрип-механик. Погоди. Сейчас. Вначале колесо вернем на базу. Все. Колесо на месте. Отлично. Все. Чики-таки. Чики-пуки. Шмуки. Куки. Так, значит. Можно деревяшки вот эти убирать. Хотя можно было и оставить. Это наши опоры, чтобы тачка не скатилась вниз. Опять ключи-то амортизаторы. Смотри, их тут нет. По диагонали нет амортизатора. Не страшно, на самом деле они есть. Вот. Теперь появились. Значит. Поставили колесо. Теперь снимаем. Все логично и нелогично. Это про меня. Зачем ставил колесо, если все равно снимать? Мне так нравится. Люблю делать одно и то же по несколько раз. Знаешь. Бывают такие люди. Вот. Я один из таких. Шизофреник. Так, значит. Все. Сняли. Снимающий, говорю. Все. Сняли амортизаторы и подшипники. Теперь нам нужно амортизаторы. Ох. Сейчас это будет сложно, конечно. Очень сложно. Говорили мне, не работай ночью, не шиша, не видно. Ну, что поделать. Кстати. Надо просто фонарь сюда вкрутить. Вот. Как бы его вкрутить-то? Вот так вот пойдет. Так. Так поведнее будет. Угу. Поднимаю, значит, нашу каракатицу. Подшипники. Четыре подшипника. И еще где-то было четыре в загажнике. Значит, подшипник сюда. Подшипник сюда. Теперь, наверное, вот это надо убрать. Будет мешаться. Здесь тоже надо убрать. Ставим, смотри, чего. Деревянный блок. И нужно эту штуку как-то развернуть. Подшипник наш. А для того, чтобы его грамотно развернуть, под нужный градус, нужен контроллер. О, нам тут тачку покоцали. Сейчас, подожди, надо заделать. Вот так вот. Контроллер. Контроллер у нас был, по-моему, здесь где-то. Где-то здесь. В сундучках, если я не ошибаюсь. Вот подшипники. С загажника. И больше ничего. А, вон еще сундук. Но здесь не шиша. Контроллер, контроллер. Короче, компоненты нужны. У меня же был компонент. Там один, два, три. Три компонента есть. Отлично. Все. Делаем контроллер, потому что я его не нашел. Видимо, куда-то поставил и забыл, как говорится. А, так вот он у меня был. Он у меня уже сделан. Ну, ладно. Пусть второй делается. Не страшно. Пригодится. Значит, контроллер мы поставим сейчас на наш деревянный ковер-самолет, который умеет подниматься вверх и вниз. Так. Контролша. Здесь будет стоять. Ладно. Значит, подсоединяем его к нашим подшипникам. Подшипнички, подшипники. Как у меня шмантыляет-то? Опа. Достигнут лимит соединения. А, его проапгрейдить надо. Его попу. Да. Два компонента забираем. И у нас тут еще четыре подшипника тоже забираем. Пригодится. Но, блин, компонентов все равно недостаточно. Все равно недостаточно. Улучшаем. И подключаем второй подшипник. Теперь нам нужно их вывернуть. Как мы видим, что мы их вывернули. Просто сделаем длиннее вот эти штуки. Ой. Что-то не туда поставил. Куда поставил? Отдай. Спасибо. Какой-то чокнутый профессор создает спортивную тачку вездеход. По-моему, вот так. Да? По-моему, да. Опускаем вниз. О! Скоро незваный гость к нам прибегут через 18 часов. И знаешь чего? Подкручиваем вот так вот. Смотри. Вот так вот 30 градусов. А тут минус 30. И? Нифига. Нифига не произошло. Что-то я сделал не так. Что-то я делаю не так. Так. Подожди. Давай уберем. Итак, здесь у нас первый, там второй. Еще раз пробуем. Значит, надо вот так вот плюс 30 сделать. Не там, не там не повернулось. Как так-то? Почему нифига не работает? С мостом так прокатило, а тут не прокатывает. А, подожди, подожди. Наверное, не работает, потому что на подъемнике стоит. Сейчас мы опустим. Точно, скорее всего, из-за подъемника. Сейчас мы опустим и проверяем. Тут 30. Во! Получилось! Получилось. А тут? Минус 30. Нифига не, нифига не. Угу. Ставим обратно на платформу. И получается, что нам теперь, нам теперь надо присобачить сюда, сюда амортизаторы. Вот так вот это должно все стоять. Блин, у меня сейчас башка сломается. А как, как колеса-то должны тогда стоять? А, кажется, я догнал, как колеса должны стоять. Сейчас попробуем, прикрутим, намотим. Значит, если он опустится, опустится, колесо у нас будет, колесо у нас будет где-то здесь. Вот так вот у нас колесо будет. И здесь тоже. Получается какой-то колесный звездолёт. Похоже, знаешь, на этого, на квадрика, на квадроцикл. Пу, блин, квадроцикл, это квадрокоптер. Во, всё собрал. В одну кучу. Только колесный, без пропеллеров. Но, мы сейчас всё это дело опускаем. Стой, стой, стой. Опускаем. И смотри, и смотри, что происходит. Сейчас мы тут радиус ещё подставим, наверное, под 50. А, 50 нету, только 60. Ну ладно, 60. И здесь 60. Во! Уже спортивная подвеска. Чётко. Тазы валят боком. Хо-хо-хо. Осталось только спереди ещё сделать такую же подвеску, и вообще будет чётенько. Спереди лупим сюда. Это убираем. Мне срочно надо ещё чуть-чуть компонентов. Чуть-чуть компонентов. Есть у меня где-нибудь компоненты? Или использовать другой контроллер. Второй контроллер. Так, подожди, у меня же там внизу мусорка, робототехника, всякое это. После набегов остаётся. Поехали вниз сейчас катаемся. Лифт закрыть. Поехали. Ю-хо-хо. Быстрый спуск. Тут у меня куча хламья валялась. Подожди, открой-ка дверку. Где-то здесь валялась куча хламья. Корова, здорово. Вот, 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 вот. Неужели я в прошлый раз тут всё пособирал? Должны валяться компоненты, потому что я ж не всё собрал. Чё-то где-то оставалось. Чё-то где-то было. Вон кусок валяется какой-то. А, это мясо. Это тут коров забили. Мясо надо забрать на бургер. Пойдёт. Бургеры, святое дело. Бошки не нужны. У меня картошка есть? Картошки нет. А, откуда картошка? А где у меня картошка? Подожди. Братиш, я не понял, откуда у меня картошка? А, вот, 28 патронов картошки. О, компоненты, здорово. Как удачненько всё выпало. Я чуть час не обосрался. Думаю, откуда я картошку беру? Шоколадная картошка, что ли, полетела в ход? Так, значит, забираем мясцо. Ещё компонент. Ещё один компонент. И будет всё пучком. Бегаю я здесь, значит, бегаю такой. И вижу, тут моя развалюха валяется. А на ней же тоже есть контроллер. О, колеса нет. Вот это поворот. Ничего себе, смотри. У меня тут дырень, оказывается, пробили. Офигеть. А что мне сломали? Подожди, 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 подожди. У меня там чего-то нет. Чего-то здесь нет. Двигатель на месте. Топливный бак мне снесли. Скоты. Скоты. Вот контроллер висит. И он у меня тут... О, то, что нужно. Вот этот контроллер тогда забираем. Забираем. Что в сумке у меня? Парахло какое-то ненужное. Так. Эту тачку мне нужно будет отсюда забрать. Срочно. Срочно, срочно, срочно. А то ее доломает окончательно. А это все-таки моя лесопила... Как это правильно сказать? Тут же и каменоломни одновременно. Бура лесопильная машина. Вот. Вот это нормально подходящее слово. Как сейчас модно два в одном. Кстати, насчет моста. Надо же его тоже разобрать. Тут тоже контроллер. Ёк-макарёк. У меня шлифт есть. Смотри. Ё... Мантылять, не палять. Так-то это... Разбираем, короче, мостик. Давненько хотел это сделать уже. Он нам больше не нужен. Вообще никак. А как тачки спускать, поднимать? А, в топку. Потом разберемся. Вначале делаем, потом думаем. Это наш девиз. Ну вот. Был мостик и нет мостика. Чпинг. Чё-то не разобрал. Инвентарь полон. Ммм. Хорошо, что тут есть сундук. Сейчас мы у него излишки материала запихнём. И продолжим разборку. Хоп. Хоп. Хей-нан-нэй. Вот и нет моста у нас. Это забираем. Это забираем. Всё. Чётенько. Чётенько-тётенько. Хо-хо-хо. Валяется металлолом. Но это всего лишь мусор. Ладно, забьём. Тихо, не падай. А теперь падай. Ого-го. Я успел его поймать. Главное, чтобы эта махина теперь никуда не улетела отсюда. В прошлый раз она улетела. И не распилила бы мне вторую машину. Стой. 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 Стоять на месте. Стоять на месте. Это полиция. Эээ, как это? Научная полиция. Нет, неправильно. Это механическая полиция. Да что ж такое-то? Ничего в мозг не лезет. Как это? Как это назвать? Инженерная полиция. Да, мы же инженеры. Мы же придумываем всякую фигню. Ненужную фигню. Но для выживания. Значит. Вот этот контроллер снимаем. И ставим сюда четкий контроллер с моста. Вот так. Ну все. Дело за малым осталось. Ставим, значит, наши аморты. Амортики. Аморты. Ставим блоки. На блоки ставим подщипник. Ну короче, по такой же технологии, как вот эти колеса делали. Точно так же все. Не паримся. Списываем соседнего колеса. Оп. Не получилось. Оп. Не получилось. Я слишком пухлый. Мешаюсь. Все бы хорошо, если бы не была жирка. И еще одно колесо. Четенько. Великолепно. Колеса есть. Ума не надо. Все стоит. Все на месте. Опускаем нашу тачку. Да не разбираем. Опускаем, говорю. Опускаем нашу тачку. Ага. Теперь что? Настраиваем, значит, двигатель. Двигатель где у нас? А где двигатель? Двигатель у нас вот он. Подключаем передние колеса. Настраиваем движение. Мы сидим и смотрим вперед туда. Значит, колеса должны крутиться туда. Ну что, вроде бы все четенько. Регулируем теперь, значит, наш вращатель. Редактор вращения. В прошлый раз мы 75 ставили, да? 75. Везде выставляем. 75. Гидравлическая подвесоночка. Четенькая. А такой мечтать только можно. 75. 75. Надеюсь, я все правильно выставил. Ой, ой, божечки. Колеса вернитесь обратно. Не так. Не так. Тут, значит, 75. Тут вот так. Все. Чики-пуки. Еее. Еее. Ты посмотри, какой у меня сход-развал. Теперь я не должен переворачиваться. Все четко. И если мне что-то будет не устраивать, я могу просто сделать развал чуть-чуть пошире. Давай 60 выставим. Ну-ка. Воу, 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 воу. Вот тебе и спортивная подвесуля. Ну что, полетели вниз? Так, подожди. В сундуке у меня что там? Батарейка и аккумулятор. Эээ. Вот этот сундук можно взять с собой. Ай, в топку. Ну вот, подразгребли немножечко места. Теперь можно со спокойной душой ехать. Папа, подожди. И собирать янтарь. Правда, мы опять это делаем ночью. Осветительные приборы. Без них никуда. Нужно поставить. Нужно поставить. Блин, нифига не видно тут. Передух. Вот, четенько. И перекрашиваем его в белый цвет. У меня, надеюсь, краска там осталась. О! И прикрепляем это все к приключателю. Поехали! Врубаем свет и погнали вниз. Еее! Надо, кстати, над... Ой-ой-ой. Главное, не башкой. Спасибо. Спасибо деду за мою крепкую черепуху. Давай, короче, мы сейчас отрегулируем аморты. По-быстренькому. Вот, повыше их поставим. Чтобы у нас пацанская тачечка была. На завышенных амортах. На крутых дицках. А еще лобовое стекло просили поставить? Да не вопрос. Мне не жалко. У меня как раз с собой стекло есть. Значит, сундук здесь у нас будет. И вот, пожалуйста, лобовое стекло. Здорово! Чтобы насекомые в рот не летели, когда я ехал, да? Как телевизор себе поставил. Кстати, я его неправильно поставил. Надо перевернуть. Вот. Вот теперь лобаж есть. Ну и что? Let's go! Погнали! Что-то как-то странно. Меня вправо немножко косит. Свет-то забыл включить, кстати. Немножко меня косит вправо. Почему меня косит вправо? Короче, не знаю, в чем проблема. Все колеса подключены. То есть у нас 4 ВД. А поворачивают все равно вправо. Так и намеревит меня куда-нибудь завести в правую яму. И мой первый разворот-поворот. Ну, кстати, в оправдании данной подвески мы реально, когда поворачиваем, не переворачиваемся. Это очень хорошо. Это то, что мы хотели. И мы тем временем доехали до горящего леса. Сейчас будем ускать и собирать янтарь. Нам нужно много. Потому что нам нужно много стекла. Эх, жалко, нельзя все это пообстрелять. Прикинь, можно. Можно бульбострелом разрушать древесину. Ну, фантастика. Ну, сколько для этого понадобится картошки? Это... Это богохульство. Нельзя картошку тратить на такое безделенчество. Ну, у меня совсем чуть-чуть. Осталось 24. Давай проверим. Раз, два, три, четыре, пять. Что-то фигня. А, я в пенек стреляю. Сука картошки в пенек выпустил. Короче, дерево выдерживает три выстрела. Раз, два, три, четыре. Четыре выстрела, ладно. Четыре картошенки на дерево, да? Ну, хорошо. А вот эта тоненькая. Приехал в лес пострелять. Ёкарный. Бульбострелом. Всё, патрики закончились. Кия! Переходим в ближний бой. До самого утра рубил тут горящие деревья. Практически всю поляну вырубил. Ну, ладно. Одну десятую полянки вырубил. Смотри, вот сколько янтаря набрал. На все случаи жизни, надеюсь, мне этого хватит до конца моего пребывания здесь. Это было бы вообще чудно. Возвращаемся на базу. Делать водопровод. Ты не представляешь. Я нашёл. Нашёл проблему в своём тракторе. Теперь я знаю, почему меня постоянно косит в правую сторону. И я не еду прямо. В общем, здесь амортизатор второго уровня. Он более такой крутой. А здесь первого. Он мягкий. Поэтому вот этот аморт. Это ж правый? Да, это правый. Он нас тянет вправо. Короче, нужно здесь всё подключать нафиг. Все эти аморты. Нет. Если я подключаю, тачка упадёт. Ай, пофиг. Пускай упадёт. Не страшно. Едем прямо. И не поворачиваем. Всё чудно. Надо будет просто потом апгрейдить все мои амортизаторы до второго уровня. И будет несчастье. Ну, наконец-то. Едем прямо. На всякие кончики не обращаем внимания. На берёза тоже. Бывает. По полям, по полям. Едем мы по полям. Короче, говорили сделать тут гараж. Ой-ё. Там возле лифта моего труца. Ты. А, фух. Фух. Лифт мой не сломали. Слава богу. Короче, был набег ночью. А я забыл про это. Поднимем тачку наверх. Прикольно. На колёса так делать, конечно. Всё. Забегаем скорее в лифт. Вроде бы ничего тут не поломали. И это хорошо. Поехали. Тачку мою на подъёмнике не должны достать. Главное, подъёмник потом не переключать. И всё будет годно. Открывай. Я притащил янтаря. Будет у меня куча стекла. А, значит, первым делом доделаем лифт. Мне нужно стекло. А, подожди, у меня песка мало. Давай песок. Песок и камни надо, кстати. Сейчас, походу, чуть-чуть за камнем поедем. Эх, чёрт. Всё. Песка навалом. Делаем, значит, стекло на всё. Я тут, кстати, когда уезжал, повара попросил мне бургер замутить. Спасибо. Будет чем поужинать сегодня. Чё там по стеклу? Чё там по стеклу? 52 стекла. Нам этого пока что хватит. Сейчас ещё заправим стекло. А, нет, нам песок нужен. Вот песок. А мы идём делать, значит, нашу дверцу. Закройтесь, пожалуйста. Вот это всё больше нам не нужно. Служило верой и правдой. Но теперь у нас будут стеклянные двери. Вот так вот. Готово! Ну-ц, чего скажешь. Правда, одна дверь дальнейше другой. Ну, потому что геометрия не сохранена. Точнее, симметрия. Поэтому так и вышло. Но зато у нас стеклянные двери полностью. Это шикарно! Великолепно! Всё. С лифтом мы закончили. Он у нас готовенький. Теперь идём делать водопровод. Но сперва нам нужно наделать кучу... Откройте двери, пожалуйста. Кучу труб. У нас там есть какие-то трубы же были. Вот такие трубы есть. Две штуки. Тут что-нибудь есть? Нету ничего. Значит, будем делать огромное количество труб. Смотрим, что там нужно. Кстати, говорили про кровать ещё. Чтобы я кровать поставил на тачку. Я вечно это забываю сделать. Потому что тут дофига хлопка нужно. А у меня с ним дефицит. Вот они, трубы. Чёрт. Нужен металл. Металлические блоки. Почему так всё сложно? Пойдём за мусором. У меня тут где-то мусор был. Мусор. Вот, пожалуйста, мусор. Неавторизированные земледели. Да подумаешь, не страшно. Здесь у меня тоже куча мусорного металла. Но оно мне подойдёт. А тут чего? О! Это пойдёт? А это бетон, что ли? Или что? Давай заберём. Это тоже заберём. Пойдём, короче, пообстреливаем. Мне бы картошки вначале только собрать. В холодильнике вроде картофан был. Был картофан? Нет картофана. Но он у нас на грядке должен быть. Сейчас, подожди, я ещё проверю. Скидываем всё сюда. Производим металл. Эй, эй, а чё не делается? Вот, всё, металл делается. Пойдём сейчас, короче, соберём... Вот, картошки. Мне нужны картошки. И будем отстреливать ботов, которые там внизу... На наше земледелие покушаются. Погнали. Доставим ствол. Да не крыска пульт, ствол, говорю, доставай. Доставим ствол. Никто там ещё не разбежался? Не понял. А куда все роботы делись? Эй! Как так-то? Как так-то? Только что там была орава ботов. Сдричнули уже. Ну, так интересно. Да, самец-то... Запутался в клавишах. Роботы! Выходите на бой. Одни коровы, которые пытаются залезть ко мне в огород. А роботов-то нет. Чёрт. Вон там один есть. А я-то уж раскатал губу. Думал, сейчас спущусь. До кучи металлического мусора подниму. Ага. Разбежался. Стой! Я под движущимся мишеням не умею стрелять. Эй! Вот и металлолом. А ещё я бы хотел вот эту штуку достать. Кстати, тогда тоже писали в комментариях. Типа, что за фигня? Тут же стоят знаки. Роботам не подходить. А они всё равно подходят, да? Вот. Несправедливо как-то. Так что в топку эти знаки. Роботы всё равно их не умеют читать. Но звездолёт мой, конечно, чёткий вообще. Когда надо, колёса опускаются. У него подвеска. Огонь. Просто огонь. Осталось только апгрейдить ещё мои амортики. И будет сказка. Просто они тачка. Что у нас там по стеклу? Надеюсь, мне хватит хотя бы на небольшую трубу. Так, значит, стекло. А, оно уже туда улетело. 70 стекла. Чётко мы туда добавляем. Притащил, короче, к нашему сборщику канистру с водой. Потому что у нас проблема с водичкой. Вот так. Всё. Можем делать металлические блоки. Блин, на них тоже янтарь нужен. Так старательно собирал его. Ну да ладно. Нам нужен водопровод. Не паникуй почему-то. А, думаю, почему у меня нет металлических блоков. Я же их произвожу. А они же отправляются прямиком. Хотя, подожди, странно очень. Очень странно. Они же прямиком сюда отправляются. А, места нет. Места нет. А куда они уходят? Не понял. Не понял. А куда металлические блоки-то уходят? Эй-ю. Эй-ю. Где они застряли? Куда они улетели? Я не понял. Там места не было, куда они улетели. Под землю они спуститься никак не могли. О. Там это. Мусор вон лежит, блестит. Мне это не нравится. Подожди-ка. Давай место попробуем освободить. Может оно... Может оно... Офигеть. А, вот. А ну... А ну... Вот я тупица. Просто я же сам его забрал себе в рюкзак. А потом искал... О-о-о. Все, это клиника. Надо ложиться, лечиться. Все, производим, значит, трубы. В большом количестве. Бежим добывать сырье. Так, надо посмотреть, где там что блестело. Где там что блестело. Здесь тоже... Вон там блестело. Вон. Жалко, парашют нету. Десантироваться с такой высоты. Но, с другой стороны, зачем я тогда лифт сделал? Лифт, чтобы подниматься. Опа-на, вот это серьезно. Первый раз я убился в лифте. Но не убился, а ушибся. Да, это нехорошо. Надо немножечко приподнять наш лифтик. А то... Так можно и кости себе переломать. Вот это сейчас поршень чуть-чуть приподнимем. Вот так вот. Вот так вот. Ну-ка. Да, так пойдет. Блин, в поле бегаешь и нифига не видно. Вообще нифига не видно этих блестяшек. Где же они блестели? Их тут штук три блестело, по-моему. Ну где же вы, блестяшки? Блесените еще раз. О, нашел! Одно. А вот и вторая рядышком лежала, прикинь. А что у нас там по времени-то, а? 23-18. К нам сейчас набежит армия роботов. Будем отстреливаться и... Ко всему прочему, еще получим металл. Это хорошо. Все металлические ножки прибегут к нам сами. Как у меня шикарно светит лифт. И посмотри, а. Как он все там освещает. Даже вот эту елочку немножечко. Под... Стоп! Вот это я свалился. О, ребята прибежали. Телепорт что ли открылся где-то? Ну что, дайте мне ваши ручки. Поднимите ваши ручки. И у меня 44 патрона. Надо быть очень аккуратным в своей стрельбе. Каждая бульбочка, каждая картошечка мне важна. Бульба и картошка, да. Это одно и то же. Просто бульба по-белорусски, а картошка, ну, по-нашески. В кои-то веки есть какая-то польза от набегов этих роботов. Было бы прикольно, если бы сюда армия роботов несколько раз прибежала. Потом вернулась бы домой и сказала, не, пацаны. Туда вообще без толку бегать. Он высоко взобрался, засранец. Не залезть. И все, и роботы перестали бы набеги устраивать. Это было бы вообще шикарнейший сценарий. И финал этой игры. О, выгодился. Колобочек. Вы тут что, развлекаетесь, что ли? Упади кубырем с горы. Интересная игра. Единственный недостаток, то, что я там на сопке. Это то, что... О, здесь еще. Это то, что роботы прибегают со всех сторон и нужно оббегать горку, чтобы всех роботов подстрелить. А мне так лень оббегать ее, она же здоровенная. Что, делаем ставочки? Вот тут вот возле моста есть какой-нибудь отъявленный? Живодер-фермер, который хотел пролезть в одиночку сюда. А нет, смотри-ка, не фермер. Паукан. Пауканыч тут одинокий застрял. Ох, сколько у меня этих электроплат. О, да он тут не один был. Парочка пауканов прибежала. Ну, поскольку мы тут возле нашего озерца, предлагаю начать строительство нашего водопровода. Тем более трубы у меня с собой. Этого, возможно, будет достаточно. Сделаем небольшой плавающий плод. Вот так вот. Надо его сделать только подальше, чтобы до него роботы не добрались, если они тут будут бегать. Эти чертовы засранцы. О, это все убираем. Плод плавает. То, что нужно. Теперь делаем здесь дыреньку. И вставляем сюда нашу трубу. Труба. Она не хочет вставляться, прикинь. Чего эта труба не хочет вставляться? Так, хорошо. Тогда заделаем. Поставим. И сверху просто... А, она перевернулась. Чертов плод. Ну и в топку тогда... Давай на дно просто прицепим эту трубу. Вот, и пусть стоит. Единственное, надо было бы... Все-таки притащить вакуумный насос с контейнером, чтобы проверить, будет работать или нет. Ох, труба, труба. Дай мне водицы напиться. Да, это будет долгое строительство. Очень долгая труба. Будет извилистая. И капец, какая длиннющая. Можно сказать, что это прям челлендж какой-то будет. И материала на это все потребуется. Ух, как много. По всей видимости, я буду весь день калашмарить. Чтобы понять, что все мои потуги будут не напрасны. Я забираю, значит, контейнер... Воду выгружаем. Контейнер забираем. Это тоже. И вакуумник тоже. И пойдем сейчас протестируем. Будет ли вся эта фигня работать. Либо нужно будет вначале вакуум затолкать под воду. И уже от него делать трубы. Либо труб будет достаточно. Вот сейчас мы это и узнаем. Подключаем наш вакуумник. В другую сторону. А, 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 а. Черт. Черт. Как нам быть? А если вот так? И... Ну, я даже не знаю. Я даже не знаю, как будет качать. Получается, что мне вначале нужно поставить вакуумник. А к нему уже присоединять трубы. Да, хорошо, что это я понял только сейчас. Значит, ставим вакуумник где-нибудь вот здесь. Как бы грамотно его поставить, чтобы нам меньше тянуть водопровод пришлось. Так. Теперь подключаем сюда. А, 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 а. Это будет сложно. Вакуумник нам нужно поставить мордой вниз. Мордой в пол. А как его так поставить? Придется делать плод. Ну, фиг с ним. Давай от камушка сделаем вот такой вот небольшой плотик. Сделаем здесь вот такую вот дырдочку. И воткнем. Вот. И втыкаем тут наш вакуумник. А теперь вставим трубу. Сверху еще трубу. Потом еще трубу. Если достану. Вот так вот. Ага. Залазим на наш подъемник. И здесь сделаем загогулину. Типа. Типа загогулина в эту сторону. Потом. Еще раз труба. Длинненькая. И здесь контейнер. Давай прицепим. Вот так вот. Ага. Он подключился. Видишь, вот этот синий сигнал. Он означает, что все у нас подключено. И все должно работать. Ну, давай проверим. Кнопочку сюда. Надо было, конечно, переключатель. Вот он, переключатель. Эту мы уберем кнопку. Переключатель есть? Врубаем. Не-не-не. В другую сторону давай. Во! Качает. Все качает. Причем не водой, а бутылками. Канистрами. Ну, годно. Годно. Значит, водопроводу все-таки быть. Тогда я отправляюсь в дальнее плавание. Так сказать. Собирать ресурсы. И производить трубы. Я, скорее всего, потрачу несколько часов своего драгоценного времени, чтобы ты увидел мой чудный водопровод. Так что с тебя лайк под этим видео. И подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видео. Ну, все. В общем, увидимся в следующем видео. Пока. И хорошего тебе дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok